Илья Вербух заявил, что Камила Валиева не примет участие в ледниковом периоде. Серебрый призер Олимпийских игр Илья Вербух подтвердил, что направлял предложение поучаствовать в шоу в ледниковый период фигуристки Камилы Валиевой, однако девушки в новом сезоне не будет. Камила Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно, было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует. Напомню, новыми ведущими ледникового периода стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, заменившая Алину Загитову и олимпийский чемпион и второго года в мужском иночном катании Алексей Ягодин. В нашем телеграм-канале разыгрывается три пары билетов на ледовое шоу «Кармен» с участием Евгения Медведевой. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо подписаться на наш телеграм-канал и нажать на кнопочку «Участвовать» под постом розыгрыша. Победителей будет три, и каждый победитель получит два билета на шоу. Каждый билет будет иметь автограф Жени Медведевой. Постановщиком ледового спектакля выступает Илья Авербуха. Шоу пройдет в Москве в ЦСКА с 1 по 4 ноября. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании канала или под видео и выигрывайте билеты на это шоу. Фигуристка Елена Костлева, тренирующаяся в Академии Ангела Плющенко, не выступит на этапе юниорского гран-при в Москве, который проходит с 10 по 12 октября. Дорогие болельщики, Лена не примет сегодня участие на этапе гран-при. Давайте пожелаем здоровья и не расстраиваться, все еще будет, сообщает официальный фан-клуб спортсменки. В социальных сетях Костлева и ее мама сообщила, что Елена получила травму на тренировке. Уважаемые болельщики Лены, у меня грустная новость. Лена не выступит сегодня на этапе гран-при в Москве. Она получила травму на тренировке. Многие спрашивают про характер травмы. Травму получила еще три дня назад. Перелома нет. Делали рентген, но большой ушиб. Надеялись, что ближе к соревнованиям станет легче, но нет. Выходить на гран-при с ногой, на которую больно наступать, нет смысла. Я настаивал на снятие еще вчера, без занесения Лены в стартовые протоколы. Но тренер и Лена решили подождать до сегодняшней разминки перед стартом, написала Ирина Костлева. Кроме этого, у Елены Костлевой сегодня день рождения. Ей исполняется 13 лет. Леночка, дорогая, я тебя поздравляю с днем рождения, чтобы ты была счастливая, здоровая и всех победила. И чтобы обязательно все твои мечты сбывались. И смотри, какие у тебя прекрасные сегодня поздравления шлют. Лена, с днем рождения тебя, красавица, чтобы у тебя все-все было так, как ты сама хочешь. Леночка, вот Коль, не переживай, миленькая, все впереди. Ты еще такая маленькая. Расти, расти и побеждать. Все будет у тебя замечательно. Тебе всего самого хорошего на твой день рождения. Дорогая Леночка, травма – это самый маленький эпизод в твоей жизни, который закончится, и ты снова встанешь на лед и будешь побеждать. Я тебе желаю только побед. Не переживай вообще. Это выбросит с головы. Все будет хорошо. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Илья Вербух ответил на вопрос об участии Анны Щербаковой в ледниковом периоде. Что касается Анны Щербаковой, тут несколько вводных есть. По графику, по партнерам, но главное, конечно, это здоровье Ани. Травма очень тяжелая, операция была сложнейшая, поэтому сейчас много будет зависеть от здоровья Ани. Только осторожно, она сейчас выходит на лед. Несколько тренировок провела, и ей нужно дать немножко времени, чтобы почувствовать, есть ли болевые ощущения, форсировать ничем не будем. Увидеть Аню в разных амплуа – это большой подарок, но в первую очередь мы думаем о здоровье. На данный момент не могу подтвердить участие Ани, но мы по-прежнему общаемся. Аня приходит, катается, пробует ногу, и мы смотрим ее состояние. Съемки первого выпуска народного ледникового периода уже состоялись в числе подтвержденных участников чемпионка мира Елизаветы Дуктамышева. Илья Вербух рассказал, как Алина Загитова отреагировала на решение заменить ее на Евгению Медведеву в роли ведущей ледникового периода. Почему заменили Алину Загитову, и как она отнеслась к этому решению? Мне не очень понятен вопрос, почему заменили. У нас что, были постоянные ведущие? У нас ведущие менялись все время. Я напоминаю, что самый первый проект вел Женя Плющенко с Ириной Слуцкой. Проект вели огромное количество людей за 16 лет. Настя Заворотнюк с Маратом Башаровым, Петр Чернышев. Конечно же, у нас был сезон, когда проект вели Аня Щербакова и Алина Загитова по очереди. Это площадка для реализации. Женя Медведева раньше была ведущей проекта ледникового периода «Дети». Блестяще его вела. Кстати, его еще потом вела Алла Михеева. Нельзя сказать, заменила. Вы так говорите, будто 16 лет его вела Алина Загитова, и сейчас вдруг ее заменили. Очень странная позиция. Я понимаю, что она хорошая для прессы, для стравливания. Но до этого Женя прекрасно выступала в проекте и, думаю, еще не раз вернется обратно. Никто никого не заменил. Алина прекрасная ведущая. Она сейчас также работает на Первом канале. У нее свои проекты. У нас свои. Все хорошо. Я уверен, что мы еще не раз все пересечемся, сказал Авербух. Евгения Медведева объяснила, почему согласилась заменить Алину Загитову в качестве ведущей ледникового периода. «Я даже документировать не буду. Соперницами нас считаете только вы. Илья все сказал. У меня был прекрасный опыт ведения в 2018 году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки ледового шоу я не смогла кататься, к сожалению. Все-таки я пока что больше себя ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится кататься в паре. Мне очень нравится пробовать много образов. Я получаю от этого колоссальное удовольствие. Но в этом сезоне, так предложили, согласилась, сказал Евгения Медведева. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал задачи для соревновательного сезона 2024-2025 для своих подопечных. «Если мы выйдем сейчас на международную арену, мы обыграем всех. Может быть, в мужском одиночном катании не факт, но в топ-3 можно войти. Парное катание у нас всегда было сильное. Танцы – отдельный вид спорта. Я стараюсь туда не лезть и не следить. Что касается одиночников, и женщин, и мужчин можно бороться. Мы должны переждать. Мы должны продолжать работать. Что касается моих спортсменов, все работают, все пашут. У нас с Макаром Игнатовым поставлена задача – войти в тройку на чемпионате России в этом году. Также в топ-3 с Соней Муравьевой. С Леной Костлевой – занять первые места. С моим сыном – первые места по его разряду. У каждого стоит своя задача», – сказал Плющенко, спорт-24. Отметим, что тренер не упомянул Александру Игнатову в девичестве Трусову, которая выступила на контрольных прокатах сборной России с 15 по 16 сентября. Чемпион Европы Марк Кондратюк заявил, что будет исполнять четверные прыжки в рядовом спектакле Илья Ербуха – Кармен. «Наверное, все-таки не пять четверных, немного поменьше, но вы их точно увидите. 8-9 лет назад, будучи на сборах в Сочи, нас пригласили в рядовый дворец Айсберг посмотреть шоу Кармен. Будучи ребенком, я не мог представить, что спустя энное количество лет я буду сидеть в таком составе с такими великими спортсменами и быть частью этого шоу. Я уже не первый раз катаю Тореадора, и в этом году выступили и в прошлом. Это огромная честь, мне очень нравится это шоу», – сказал Марк Кондратюк. Также Кондратюк высказался о предложении Илья Ербуха стать новым ведущим ледникового периода. «Сначала спорт, это действительно так. Мне кажется, карьера спортсмена очень коротка. Но сколько мне осталось? Буквально несколько лет. Хотелось бы максимально за это время все сделать в спортивной карьере. А уже потом, если меня приютят, я, конечно, с удовольствием поучаствую», – сказал Кондратюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова